Упражнение из семинара «Сообщество Духа». Упражнение называется «Таинство покаяния». Обычно называют «Исповедь и отпущение». Сила и власть отпущения грехов находится в руках Апостольской Церкви и Ее Священства в силу прямого заявления Господа – «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Таинство покаяния – это метод, посредством которого осуществляется власть отпускать грехи, совершенные после крещения. Грех разрушает союз между душой и Богом, который был осуществлен в крещении. Таким образом, таинство крещения объединяет нашу душу с Господом. А таинство покаяния восстанавливает этот союз, когда грех сломал его. Внешний и видимый знак таинства помещен в Декларации Священника Апостольской преемственности. «Я освобождаю тебя от всех твоих грехов». Его внутренний и духовный смысл заключается в благодати, которую получает человек при прощении своих грехов. Истинное покаяние состоит из трех элементов. Первый. Раскаяние и сожаление о грехе. Это может быть получено только у подножия креста. Мы можем не иметь чувства сожаления, но когда мы видим, что наши грехи сделали с Иисусом, у нас должно появиться сожаление. Второе. Исповедь всех известных грехов. Это включает в себя тщательное изучение нашей совести. Мы не можем признать наши грехи, пока мы точно не увидим, как мы выглядим во всевидящих глазах Божьих, когда находимся под властью этого греха. Третье. Компенсация и возмещение ущерба жизни. Мы должны наполниться намерением начать новую или лучшую жизнь, чем ту, которую мы вели. Это намерение свидетельствует о нашем признании и исполнении эпитимии, наложенной на нас священником на исповеди. Проверка самого себя. Перед началом проверки, прочитайте эту молитву. Святой Дух, Источник всего света, Дух мудрости, понимания и знания, приди ко мне на помощь и помоги мне сделать доброе исповедание. Просветите меня и помоги мне сейчас увидеть все мои грехи, как в один прекрасный день я буду вынужден признать их перед Твоим судом. Покажи мне все зло, которое я сделал, и добро, которое я пренебрег сделать. Помоги мне не быть ослепленным любовью к самому себе. Даруй мне сожаления, исходящие из самого дна моего сердца, за все мои прегрешения, зная, насколько глубоко они ранили любящие сердце моего небесного Отца. И помоги мне сделать доброе исповедание, чтобы все пятна вины были смыты драгоценной кровью моего Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Думайте о себе, как о ребенке Божьем, который последовал за порочностью сатаны, а не за любящим отцом. Не спешите и не мучайте себя, потому что вы не можете вспомнить все. Будьте честны с Богом и с самим собой, это все, что Бог требует от вас. Запишите кратко, что вы помните о своих грехах. Не пытайтесь полагаться на свою память. Если есть вопрос, который вы не понимаете, оставьте его и переходите к следующему. Не беспокойтесь о ваших грехах. Помните, что вы пытаетесь вспомнить их для того, чтобы вы могли быть прощены, а не для того, чтобы вы были осуждены. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Божий. Пункт первый. Гордыня. Ставить себя на место Бога, как центр и цель нашей жизни, или некоторых ее частей. Это отказ признать наш статус, как созданий, которые всем своим существованием зависят от Бога. Отказ принимать наше четко отведенное место в определенных им отношениях, с остальными частями его творения. Пункт второй. Неуважение. Умышленное пренебрежение к поклонению Богу каждое воскресенье в церкви, или довольствуясь поверхностным участием в нем. Пренебрежение к другим святым дням или дополнительным возможностям для выражения хвалы и славы Богу. Невыполнение или недостойное выражение благодарности Богу. Неуважение к Богу или святым вещам, сознательно относиться к ним с презрением или другими недопустимыми способами в мыслях, словах и поступках. Использование святыни ради личной выгоды, или попытка подкупить или задобрить Бога путем исполнения религиозных обрядов или обещаний. Пункт третий. Чувственность. Быть удовлетворенным в благочестивых чувствах и красивых обрядах, не стремясь подчиняться воле Божией. Пункт четвертый. Самонадеянность. Упование в большей мере на себя, а не на Бога, с последующим пренебрежением роли благодати, таинств и молитвы. Неисполнение нами обычных обязанностей, правил, на том основании, что мы особые люди. Удовлетворение или самоуспокоенность в наших духовных достижениях. Немедленный отказ, чтобы избежать искушения, или немеренная попытка пройти через искушение, которое создается самим собой, а не Богом. Предпочтение нашим собственным идеям, традициям, схемам или техникам. Глупый оптимизм. Пункт пятый. Неспособность увидеть в нашей работе божественное призвание или нежелание предложить нашу работу Богу. Нежелание сдаваться и пребывать во Христе, чтобы позволить Ему действовать в нас и через нас. Наши нежелания смотреть на людей и обстоятельства, как возможность привлечь наше внимание Богу и послужить Ему. Пункт шестой. Недоверие. Отказ признать Божью мудрость, провидение и любовь. Беспокойство, тревога, опасения. Попытки выявить и контролировать будущее, спиритизм, астрология, гадания и тому подобное. Магия или суеверие. Пункт седьмой. Чрезмерная чувствительность. Ожидание того, что другие не будут любить нас, отвергнуть нас или будут плохо обращаться с нами. Постоянная готовность интерпретировать их отношения к нам и быстрая обида на основе наших домыслов. Необоснованные подозрения. Пункт восьмой. Нерешительность в принятии ответственности или трусость перед лицом трудностей и страданий. Безвольное попадание в депрессию, уныние, пессимизм, разочарование, жалость к себе или страх о смерти, вместо того, чтобы бороться, чтобы быть смелым, веселым и полным надеждой. Пункт девятый. Непослушание. Отказ исполнять Божью волю, которая известна по поводу какой-то ситуации, в пользу собственных интересов или удовольствия. Неповиновение законному и, следовательно, божественно рукоположенному положению или авторитету церкви, государства, мужа, родителей, учителей и т.д. Или медленное и неохотное послушание. Нарушение своих обязанностей как руководителя перед теми людьми, которых Бог дал вам в подчинении. Нежелание изучать природу Бога и Его волю, как показано в Писании. Отказ изучать и применять знания и опыт, которые изложены в инструкциях или рекомендациях экспертов. Недобросовестное изучение этого вопроса через молитву, медитацию или чтение религиозных книг. Поглощение в свои дела, оставляя мало времени, энергии или интереса к познанию Бога. Пункт десятый. Нарушение доверия. Нарушение законных обещаний и договоров, безответственность, предательство, ненужные разочарования другого, или причинение стыда или тревоги для тех, кто любит нас. Давать обещания, которые вселяют надежду в сердца людей, и затем причинять им боль тем, что не выполняет эти обещания. Пункт одиннадцатый. Нераскаянность. Отказ от поиска и встречи лицом к лицу, осознания наших грехов, или отказ от исповедания и признания их перед Богом. Равнодушие к своей греховности, или создание образа того, что мы лучше, чем мы есть на самом деле. Самооправдание или умоление наших грехов, как незначительных, неизбежных, или таких, которые являются нашей природой, и мы просто ничего не можем с собой поделать. Самодовольное сравнение себя с другими. Пункт двенадцатый. Отказ принять справедливое наказание. Отказ сделать должное возмещение ущерба, когда это возможно. Обмана или хитрость, чтобы избежать последствий своих грехов, или наблюдения, как другие страдают из-за наших ошибок. Попытки самостоятельно изменить ситуацию, чтобы избежать капитуляции перед Богом в смиренном покаянии. Пункт тринадцатый. Стыд. Уязвленное самолюбие. Скорбь о себе, потому что наши грехи делают нас менее респектабельным, чем нам хотелось думать, что мы есть, или потому, что мы боимся наказания или повреждения нашей репутации, а не скорбь, что такое грех в глазах Бога. Отказ признать, что мы были неправы, или принести извинения. Отказ принять прощение от Бога и других людей. Сомнение, что Бог может простить наши грехи, или неиспользование средств, которые обеспечат получение прощения, когда мы в нем нуждаемся. Нежелание простить самих себя. Пункт четырнадцатый. Тщеславие. Похвала самих себя, а не Бога за наши таланты, способности, интуицию, достижения, добрые дела, успех в работе. Отказ признать вклад других людей в общее дело. Отказ адекватно выразить благодарность за их помощь. Лицемерие. Заявлять о добродетели, хороших качествах, достижениях, которыми мы не обладаем. Ложное смирение. Суровые осуждения других за ошибки, которые мы прощаем в самих себе. Пункт пятнадцатый. Хвастовство, преувеличение, обращение внимания на себя, когда мы слишком много говорим, хвастаемся своими способностями, мудростью, опытом или влиянием, которого у нас нет. Эксцентричное или показное поведение. Чрезмерная озабоченность, затраты времени, денег и энергии на внешность, одежду, окружение и т.д. для того, чтобы произвести впечатление на других. Или преднамеренное гильдяйство для той же цели. Поиск, желание или наслаждение лестью или комплиментами. Пункт шестнадцатый. Высокомерие. Настаивание на том, чтобы другие соответствовали нашим пожеланиям, признавали наше лидерство, приняли нашу собственную оценку нашего достоинства. Быть властным, скандальным, ссорящимся, упрямым, самоуверенным. Пункт семнадцатый. Снобизм. Гордыня за расу, национальность, семью, положение, должность, личные качества, образование, навыки, достижения или имущества. Пункт восемнадцатый. Гнев. Это открытое восстание против Бога или других людей, как созданий Божьих. Его цель и желание устранить любые препятствия перед нашим своекорыстием, нанесение ответного удара при любой угрозе нашей безопасности, месть за любое оскорбление или вред, который был нанесен нам. Пункт девятнадцатый. Обида. Отказ разглядеть, принять или выполнить призвание Божие. Недовольство талантами, способностями и возможностями, которые Бог дал нам. Нежелание предстать перед трудностями или необходимостью самопожертвованию. Необоснованное непринятие или жалобы на обстоятельства нашей жизни. Побег от реальности или попытка изменить ее с помощью нашей воли. Перенесение на Бога, на наших родителях, общества или других лиц нашей вины за нашу несостоятельность. Ненависть Бога или антисоциальное, аморальное поведение. Цинизм. Раздражение на природный и божественный ход вещей. Ненормативная лексика или ворчание. Пункт двадцатый. Дрочливость. Атака на друга в гневе. Совершение убийства на деле или желание совершить убийство. Воинствующий настрой или лелеяние мыслей о мести. Нанесение ущерба другому человеку в драке, проклятии или оскорблении его. Повреждение его репутации и имущества. Склонность, споры, противоречия, нытье, хамство или оказание давления. Пункт двадцать первый. Возмездие. Месть за обиды реальные или воображаемые. Или построение плана в мести. Суровые или чрезмерные наказания. Враждебность, угрюмость или поспешные суждения. Отказ простить или предложить или принять примирение. Нежелание любить, делать добро или молиться за врагов. Бойкот или игнорирование некоторых людей по каким-то своим эгоистичным причинам. Мешать получать удовольствие другим людям своим пренебрежением, потому что все получилось не так, как мы хотели. Или потому что мы чувствуем себя не в духе или выше окружающих людей. Пункт двадцать второй. Зависть. Это недовольство своим местом в порядке Божьего творения, которое проявляется, как нам кажется, в скупости его даров и в том, что другие добиваются в жизни большего, чем мы. Пункт двадцать третий. Ревность. Нападение на талант, успех и счастье других. Эгоистичное или ненужное соперничество или конкуренция. Получение удовольствия от трудностей или страданий других людей. Недооценка других. Пункт двадцать четвертый. Злой умысел. Жесткий, грубый настрой против других людей. Ложные обвинения, клевета, злословие. Замечать ложные мотивы в поведении других людей. Зарождение, сбор или распространение сплетен или клеветы на других людей. Возбуждение, стимулирование и организация антагонизма плохого отношения по отношению к другим людям. Ненужная критика, даже если это правда. Умышленное раздражение других. Дразня и издевательство. Пункт двадцать пятый. Презрение. Презрение к чужим достоинствам, способностям, недостаткам или неудачам. Осуждение и предвзятость против тех, кого мы считаем хуже или которые считают нас хуже, или которые, как нам кажется, угрожают нашей безопасности или положению. Высмеивание людей, учреждений, чьих-то мнений, религий и так далее. Пункт двадцать шестой. Жадность. Это отказ принимать нужды других существ, выраженный в чрезмерном накоплении материальных ценностей. Использование других людей и их статуса, власти и безопасности для своей личной выгоды. Пункт двадцать седьмой. Непомерная амбициозность. Погоня за статусом, властью, влиянием, репутацией или имуществом за счет нравственного закона, других обязательств или прав других лиц. Безжалостная или недобросовестная конкуренция. Ставить себя или семью на первое место. Соответствие стандартам мы признаем неправильным или недостаточным для того, чтобы вырваться вперед. Построение интриг или вступление в сговор для достижения своих целей. Пункт двадцать восьмой. Стремление к власти, господству, доминированию. Стремление использовать или управлять другими. Чрезмерная опека и господство над детьми. Отказ исправить или наказать детей, чтобы не потерять их любовь. Настойчивость в переделывании их, чтобы они соответствовали нашим идеалам, вопреки их собственному желанию и призванию. Навязывание своей воли другим силой, хитростью, жалостью, вызыванием чувства вины или отказом от сотрудничества. Сверх желание давать советы или командовать злоупотреблением властью. Покровительство, доведение до нищеты, стремление поставить других людей в состояние, чтобы они чувствовали долг благодарности перед нами. Чувствовать себя плохо, когда мы не можем добиться, взять силой, обманом или купить любовь, признание и хорошее отношение к нам и других людей. Пункт двадцать девятый. Проявление уважения, фаворитизм, лесть, заискивание или подкуп других, чтобы получить поддержку и любовь. Отказ поддерживать истинный порядок вещей, совершать благие деяния или защищать тех, кого неправомерно обидели, потому что мы боимся критики и насмешек, или потому что мы стремимся получить пользу или одобрение других. Введение, искушение или поощрение других людей к греху. Пункт тридцатый. Алчность. Чрезмерная погоня за богатством и материальными вещами. Кража, нечестность, введение в заблуждение или заведомая купля-продажа украденных вещей. Обман в бизнесе, налогах, в школе или играх. Поставить своей главной целью нашей жизни достижение или сделать успех критерием суждения о других людях. Пункт тридцать первый. Расточительность. Растрата природных ресурсов или личного имущества. Экстравагантность или жизнь, направленная на то, чтобы произвести впечатление на других или для поддержания своего статуса. Неуплата долгов. Играть больше, чем мы можем себе позволить проиграть. Ненужные заимствования или небрежность с чужими деньгами. Расходы на себя или другие цели деньгами, которые необходимы для благополучия других людей. Пункт тридцать второй. Скупость. Чрезмерная защита благосостояния или безопасности. Эгоистичное настаивание на своих корыстных интересах или выбивание своих прав. Отказ от поддержки или помощи тем, кому мы задолжали. Скупость. Отсутствие откладывания надлежащим образом части наших доходов на церковь или благотворительность. А также тратить свое время и энергию на добрые дела. Уклонение от уплаты обязательств, которые были обещаны церкви или благотворительным организациям, когда есть возможность сделать это. Пункт тридцать третий. Обжорство. Пестование природного желания принимать пищу и питье. Чрезмерное желание получения удовольствия от еды. Пункт тридцать четвертый. Невоздержимость. Злоупотребление в еде, питье, курении или другого физического удовольствия. Брезгливость, нервозность, требования чрезмерно высоких стандартов. Осуждение некоторых материальных вещей или удовольствий, как зло само по себе, пытаясь запретить их использование, а не их злоупотребление. Пункт тридцать пятый. Недостаток дисциплины. Халатность в следовании дней поста и воздержания или отказ от использования других необходимых средств самодисциплины. Пренебрежение к телесному здоровью в результате получения недостаточного отдыха, восстановления сил, физических упражнений или полезной пищи. Неиспользование имеющейся медицинской помощи в случае болезни. Использование болезни как средство избавления от обязанностей, ответственности, работы, взятых обязательств. Пункт тридцать шестой. Похоть. Злоупотребление сексом для личного удовлетворения. Использование его вне его святой цели, ради которой Бог дал нам его. Пункт тридцать седьмой. Невоздержанность, измена, нарушение целомудрия. Нарушение церковных законов брака. Отсутствие должного уважения к своему партнеру в супружеских отношениях. Отказ от выполнения цели священного брака. Ненадлежащий уход за детьми. Неверность одного из супругов. Сексуальные отношения вне брака, в мыслях или действиях, в одиночку или с другими людьми. Пункт тридцать восьмой. Нескромность. Стимулирование сексуального желания у других словами, платьем или действиями. Или в себе, читая сексуальную литературу, смотря изображения, порнографию или фантазируя. Коллекционирование или рассказывание другим грязных историй. Пункт тридцать девятый. Стыдливость. Страх перед сексом или осуждение его как зла самого по себе. Отказ искать адекватные сексуальные инструкции или попытка помешать другим в их получении. Репрессии с сексом. Пункт сороковой. Жестокость. Умышленное причинение боли, умственной или физической. Мучение животных. Пункт сорок первый. Бездеятельность. Это отказ отвечать за наши возможности для роста, служения или самопожертвования. Пункт сорок второй. Лень. Вялость, ненадлежащая исполнению духовных, психических или физических обязанностей. Пренебрежение семейными, деловыми или социальными обязательствами. Затягивание задач, которые не хочется делать или которые не нравятся. Занятость мелкими, неважными делами, чтобы избежать необходимости исполнять более важные обязательства. Придание слишком много времени на отдых, развлечение, телевидение, легкое чтение и тому подобное. Использование рабочего времени не по назначению. Плохое исполнение своих рабочих обязанностей. Пункт сорок третий. Безразличие. Безчувствие перед несправедливостью по отношению к другим. Безразличие к страданиям, происходящим в мире. Нежелание быть должным образом проинформированным о обоих сторонах современных проблем или о христианских принципах. Пренебрежение долга перед государством или обществом, или исполнение его без должного упорства. Пункт сорок четвертый. Игнорирование нуждающихся, одиноких или непопулярных людей или групп людей в вашей семье, церковном приходе, районе. Нежелание помогать им. Недостаточное внимание к религиозным и другим потребностям вашей семьи. Невыполнение ваших обязательств в свидетельствовании христианской жизни. Нежелание принять полное и осознанное участие в том, чтобы делать этот мир лучше, чтобы в нем было больше любви, доброты и радости.